Привет, с вами Волтовзеро, я давно не видел годных модов на Индеркор. Очень много кто ждет Хорайзен, но недавно слили бету мода Сталкера, и на удивление, проделанная работа и концепция меня очень удивила, потому что она очень свежа, и такого я в Индере еще не видел. Кстати, обзор был записан 25 кадров, 720p, потому что моему смартфону уже 7 год, подписывайтесь на канал, кстати. Поэтому перед моим гайдом или обзором, я даже не знаю, как это назвать, поставим лайк, подпишемся на канал и купим спонсорскую подписку на Ютубе или Бусти, а я пока запущу интер-ро. Вот мы создаем мир и появляемся в выживании, видим новые текстуры, это первое, что бросается в глаза. Но присмотревшись еще чуть-чуть, мы заметим и отсутствие ход бара и инвентаря в привычном месте. Инвентарь перенесен в верхний левый угол, но если мы откроем его, то не увидим окошко для крафта. Из-за того, что мод не закончен, получить предметы мы можем только через креатив. По задумке, для мода должна была быть создана карта и добавлена поддержка обычных миров. Для продолжения обзора перемещаемся в мир, который я специально подготовил для этого. О, ой, произошел фокус! Точно рекомендую подписаться на канал, фокус, классные ролики по Майнкрафту и по другим играм. Поддержим пацана, ссылочку на канал я оставлю в описании, поэтому гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Начнем с того, что бросается в глаза с самого начала. Интерфейс. Стилизован под сталкер достаточно удобен, говорить больше о нем нечего. Далее у нас на очереди оружие. Представлено 14 видов оружия, среди которых пистолеты, автоматы, пистолеты, пулеметы, дробовики, гранатомет и, конечно же, легендарная гаусс-пушка. Многие оружия имеют особый вид при прицеливании, как будто реально в сталкер зашел в натуре. Звуки полностью подходят под каждое оружие, дробовики стреляют так, как должны, то есть кучкой дроби, а гаусс-пушка имеет ту самую задержку перед выстрелом и характерный звук. Чтобы взять оружие в руки, достаточно просто положить его в какой-либо из этих слотов. Смена оружия была удобно сделана в верхнем правом углу, где отображаются наши хп и сколько патронов осталось. Для смены оружия достаточно просто нажать туда. Но как мы помним, в сталкер есть обвесы на оружие и тут они тоже есть. Был реализован прицел и подствольный гранатомет. Если вы хотите поставить обвес, то вам необходимо зайти вот в эту вкладку, поставить сюда ваш ствол и в появившиеся слоты вставить обвес, прицел наверх и подствол вниз. Это все работает, то есть если мы поставим прицел, то будет прицел Вова, как еще. А подствольным гранатометом можно будет в натуре выстрелить. Чтобы его включить, надо зажать кнопку с выбором темпа стрельбы. Кстати, в темпе стрельбы его можно тоже переключать, чтобы, например, можно было делать по одному выстрелу или стрелять очередью. Теперь вопрос, чем стрелять. Нам надо найти патроны и пустую обойму. Обоему кладем в специальный слот в инвентаре и жмем зарядить, знак вопроса и профит. Далеко уходить из инвентаря не будем, чуть ниже кнопки зарядить, есть поле с кнопкой выгрузить. Оно нам понадобится, чтобы выкинуть что-то ненужное из карманов. А рядом есть еще слоты, это слоты быстрого доступа. Туда можно положить аптечки, которые тут тоже есть, на удивление, не ожидали, узнали, согласны. Аптечек, как и в оригинальной игре, три штуки. Далее у нас идет по списку последняя, это броня. Реализован противогаз, ривиды бронежилетов и экзоскелет. Как и в оригинале, носить противогаз с экзоскелетом нельзя, ведь он и так в комплекте идет, ну типа, ну ты понял. Чтобы одеть броню, также стоит просто поставить ее в нужный слот. А на этом все, надеюсь рассказал обо всем максимально подробно, мод находится в заморозке, но разработчик намекнул, что если он получит какую-либо мотивацию, поэтому ссылочку на группу мода и на сам мод я оставлю в описании. Сами думая, узнаете что делать и что будет, а также не забывайте ставить лайк под видос, писать комментарий, ведь это помогает пробиться в топ, хочу миллион просмотров, короче. Подписывайтесь на канал, если хотите поддержать канал материально, то ссылки на бусты, данные шиналер, смысл, подписку, ютуб, вообще на все в описании. А на этом точно уже все, с вами был World of Zero 2020, всем удачи и всем пока.